Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш тёплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома мы вас ждём. Елена Васильевна, закомандуйте своим прославленным голосом. Начнём, пожалуй. Доброе утро. Как вы видите и слышите, в эфире образцово-показательная программа «Пока все дома» в прямом переносном смысле. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это мои две мамки, которые за мной ухаживают и делают всё, что только можно и чего нельзя тоже. Это Джорди, супруг моей дочери, Леночки. А это Эля, вновь появившаяся у нас недавно. Это мой дружочек Олежка, который тоже мне помогает, без которого тоже не представляла бы, как жить. Ну вот, такая компания. А где внук? А внук у нас в Испании, живёт в Испании, вот здесь он был несколько месяцев живых. Потом сказал, что нет, я пока поеду ещё, поживу в Испании, потом, может быть, приеду. Так же, как Леночка, много лет жила в Испании. Сколько ты? Пятнадцать лет. Пятнадцать лет жила в Испании, и ностальгия заела, решила приехать. И я самая счастливая мама на свете. А вот насчёт счастливой бабушки ещё не могу сказать, потому что я бы очень хотела, чтобы Сашка наш вернулся. Я помню вальс, звук принесли, веселый ночью поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная и нас. Как часто бывают застолья у вас? Да бесконечно всё. Как только я здесь, так у нас целый Дом народу. Правда? Да. Завтрак плавно перетекает в обед, обед, в ужин. Сейчас, Ненон и Аля, к вам вопрос. Скажите, когда нас нет, Елена Васильевна, она как характер проявляет? Она какая? Сейчас она не прислушивается как раз. Елена Васильевна – это добрейший, простейший и просто хороший человек. Слава тебе, Господи, я так волновалась. А Ненон-то молчит? Ну, Ненон-то молчит. Но если, Елена Васильевна, нет настроения, то держись, выноси всех святых. Правильно. Слава тебе, Господи. Олег, вы, как очевидец, можете рассказать, вот за таким образом Елены Васильевны, за её космической славой и, в общем-то, такой ярчайшей внешностью, какой скрывается моллюск? Ого, какой вопрос. Да. Ранимый, нежный, с жемчужиной в сердце. В общем, да. На самом деле, когда она хочет сидеть рядом с Еленой Васильевной в доме, ты этого всего не чувствуешь. Ни вот этой славы, ни вот этой мощи. Чувствуешь очень комфортно. Да, вообще, наше знакомство, на мой взгляд, очень удивительно. Вот. Познакомились совершенно, как бы, я был далёк от творчества Елены Васильевны. Общий наш друг нас познакомил. Нужна была помощь в тот момент. И я узнал Елену Васильевну как человека. Она потрясающий человек. Елены Васильевны. Да. Вы, являясь продолжением своих родителей, то есть папа и мама. Да. В чём ты их продолжаете? В чём вы папу продолжаете, а в чём мама у вас продолжается? Ну, папа вообще, по-моему, папа самый главный в моей жизни, потому что он был хулиган, я стала хулиганкой. Он был такой трудоголик, я стала трудоголиком. Папа был вот такой и очень жёсткий, властный, это я тоже. И папа был очень нежный и трогательный, это тоже во мне живёт. А мамочка у меня осталась как... Она такая была беззащитная и нежная. Она была ангелом и никогда не повышала голос, никогда. Ну, вот это вот, чтобы не повышать голос, я не могу, это я у отца. А такая беззащитность во мне есть, поэтому я такая бываю очень мощная для того, чтобы скрыть свою беззащитность. Вот так бы я сказала. У вас сколько октав возможности повышать голос? Не считала. Бесконечно, да? Я думаю, что никто считать не может. Его эффект лосификая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У вас великолепная была мысль, сформулированная, что некоторые современные певцы, не будем говорить все, но некоторые, они поют ноты, опять надо музыку. Правильно, совершенно верно. Настолько емко. Да. А вас кто музыке именно научил? Боженька. Через что вам передалась любовь к музыке? Вы знаете, когда я была маленькая, я родилась в 1939 году, а в 1937 папа был в Италии. Он хорошо играл на скрипке, он привез оттуда себе скрипочку и привез оттуда альбом с пластинками. И где были Джили, Гали Курчи, Каруза, да. И я вот делал уроки под эту музыку. На какие оценки вы делали уроки под музыку? Ну и в школе я училась неплохо, но нехорошо. Ну вот, и все говорили маме, опять она делала уроки под музыку. А потом я посмотрела фильм «Большой вальс» про Иоганна Штрауса. Там пела милиция Кориус, потрясающая была певица. И вот я все это возбудилась на музыку, на радость. И сказала, что я хочу быть певицей. И уже с пяти лет я пела вальсы Штрауса, и все уже меня называли артисткой. Папа не верил в то, что я буду певицей, и всегда говорил, ну, бой в певичке, опозоришь нашу семью. Это все вошло в меня тоже. А в профессии папа? А папа был инженер-конструктор по тяжелому же настроению, он турбины делал. Образованный человек. Очень-очень-очень. Папа ведь фронтовик. Да-да-да, конечно. Он даже пришел через год после войны. Там что-то они еще в Европе там делали, не знаю, что. Добивали. Добивали. Ну, хороший человек был, очень хороший. Мы любили, правда. Папа планку отношения к мужским качествам высоко, ведь поднял. Это правда. То есть у вас требования должны быть уговоры. Правильно, правильно, да. И как вам в жизни везло? Везло. У меня было два замечательных мужа, которых я очень любила. Вот Ленкин папа. Замечательный был физик-теоретик, и очень талантливый человек, и умница, и добрый, и воспитанный. Ну, все было. Все замечательно было. Я его очень любила, очень. А потом вот влюбилась, совершенно не знаю как, так случилось, не знаю как. Влюбилась в другого. В дирижера большого театра. Мы делали с ним вместе музыку. И вот прожили. Я со Славой прожила 17 лет, и 17 лет с Альгисом. Но Альгис вот ушел в мир иной. Переживала, страшила до сих пор, еще нервничала. Ну, вот мне с мужчинами очень везло всегда. Очень хорошие были люди. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какую же вам все-таки мирно-хлебную профессию семья подготовила, чтобы обеспечить вам действительно счастливое будущее? Нет, они хотели, чтобы я была радиотехником, чтобы я бы ходила, выкрутила там лампочки в радиоприемник. Трудно вас представить. Да, но когда я поступила в консерваторию, отец со мной год не разговаривал вообще. Он любит, чтобы все было так, как он сказал. Лена, у вас были какие-то шансы стать радиотехником? Радиотехником вряд ли. Я мебель хорошо собираюсь. Когда начинаются какие-то схемы, платы, это уже у меня... Ну, это я образно сказал. То есть, были ли шансы у вас какую-то другую профессию с собой украсить? Значит, у меня... Сначала я хотела украсить с собой балет. Мне подарили в Большом театре пачку такую белую, в которой я болталась, как ложка в стакане, естественно, она была на взрослую балерину. И как только по телевизору показывали балет, я, значит, заслоняла с собой экран и говорила, ну, что вы на них смотрите, надо на меня смотреть. Мама повела меня к Плесецкой показывать, можно ли меня засунуть в училище. Да, а я была очень маленькая, худенькая, вроде как подходила. Она сказала, ну, деточка, поднимите ногу. Ну, я на 5 сантиметров так ногу подняла. Она говорит, да еще, говорю, еще не могу. Она сказала, Лена, как можно дальше от балета. Я пришла домой и сказала сама себе, значит, у меня такое талантище, что она боится, что я когда-нибудь смогу... Да, да, что я буду конкуренцию, значит, оставлять. Какая девочка-то у вас интересная росла. Да. Потом меня раздирали две, значит, страсти. Я хотела петь и я хотела быть ветеринаром. Ветеринар, как-то у меня очень быстро пропало это желание. А потом... Ну, любовь к кошкам осталась. Да, ну, как-то так, остаточное явление. И собаке у нее пять кошек. И потом я очень хотела петь. Мне очень деликатно объясняли, что этого делать не надо. Я же говорил, что я буду. А мне говорят, что не надо. Я закончила школу. Меня в первый и последний раз обманули. Мне сказали, что до 19 лет в консерваторию не принимают документы. У девочек пока не произошла гормональная перестройка. И я поступила на факультет журналистики, но я сказала, как 19 лет исполнится, я уйду. Все сказали, да, да, конечно, кто журфаку, ходит просто так, да. И я ушла. Я была очень счастлива. Там потрясающе вели литературу зарубежную. Ну, по дурости, конечно. Да ни за что. Я не жалею ни одной секунды. Ну, а я жалею. И все. Потом училище, потом консерватория, потом меня забрали. Меня Кабалье увезла к себе доучиваться у нее и у Сабель Пенагус. Вот такая вот грустная биография трудовая. Как вы считаете, мамины влияние, которое, увы, но непреодолимо у вас, как проявляется? Когда вы чувствуете, вот это от мамы, и сделать уже нечего. От мамы и от папы очень большое уважение к еде и к хлебу. Потому что они оба блокадники. И я могу там мясо не доесть, овощи оставить, что-то испортить в холодильнике. Выбросить, я могу бросить хлеб. Илья Васильевна, вы хлебнули голоду? Да, конечно. Я стала певицей из-за этого. Потому что я переоралась, я кричала, мне очень хочется хлебца. Кричала, как сумасшедшая. Мама говорила, у меня, говорит, разрывало сердце, потому что мне хотелось себе от этих кусочков этого хлеба отодрать что-нибудь. А потом думала, что если я не съем, я умру, тогда уже и ты точно тоже умрешь. И вот это разрыв сердца у мамы была, вот эта голодуха. И потом, я никогда не забуду, когда мамочка моя умерла, я пришла в квартиру к ней. И на андресолях я нашла коробку со спичками. Такую. Потом коробку с мылом. И какое еще, Ленка, было что еще? Спички. Спички, соль. И соль. Тут надо уточнить, не просто коробка, а это упаковка. Упаковка такая. Это был военный запас. Это был запас. Это самое главное, что человеку нужно, когда мы голодаем, когда мы... Как же жизнь человека научила. Да. Спички, соль и мыло. Мне вот это, например, не забыть. Вот я знаю, многие коллеги наши не понимают этого, и мне не забыть этого. И поэтому я как можно помогаю всегда людям. Когда человеку очень легко, это отчасти благодаря тому, что у человека в жизни было много разных событий. Вот эта вот мудрость жизненная, она делает его таким расположенным к другим людям. Потому что иногда отрицательное учит положительному. Правильно. Умница. Благодарю. Недаром твоя программа «20 лет». Сыр бы выпал, но сыра не дали. Так вот, по поводу того, о чем мы научились. По уважительному отношению к людям, меня научил отец. Потом хлебанули, горюшко много всякого в жизни было. И несправедливости, и неприятности было. И вот была одна женщина, которая меня научила. Она, значит, когда я... У меня были страшные мигрени, жуткие. 44 года до 50 лет. Головные боли? С 6 лет до 50, да. Адские головные боли, которые я передала Ленке тоже теперь. Эти боли адские совершенно. И когда я уже была герой труда, там, лориат Ленинской премии, та-та-та-та-та-та-та-та, меня, значит, сказали, что вот я могу пользоваться самой такой шикарной поликлиникой. Можно было вызывать врача на дом, делать уколы. И вот всегда приезжали, ручки жали, ножкой шаркали, говорили, тю-тюль-сю-сю-сю. И я уже привыкла к этому, лежу на диване, говорю, господи, что ты мне дал такие страдания? За что? Вдруг такая здоровая тетка была. Ох ты, бесстыжая баба, она сказала мне. Я чуть не упала с дивана. Да неожиданно. Да ты знаешь, как люди годами кричат в больницах. А ты 6 часов проорешься, и все пройдет. Всегда говори, господи, спасибо, что только это. И вот это меня научило. Может, это ум рос? Ум рос, может быть. Не знаю, что у нас росло. Но такая история была, и я всем всегда говорю, говорите спасибо, что только это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот дом, он как раз говорил, что 30 лет на этом месте. Да, даже немножко больше, я так думаю. Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы впервые здесь оказались. Что вокруг было видно, как вы здесь? Когда первый раз мы со Славой сюда приехали, были страшно рады, что наконец кусочек земли есть и все. И договорились с какими-то людьми, с какой-то конторой строительной, сказали, что мы, говорит, под ключ, все сделаем под ключ, а мы уезжали в отпуск. И, значит, уехали, приезжаем, Слава говорит, нет, нет, поедем сразу на дачу, может, там заночуем и все. Я говорю, да нет, поехали в город, я говорю, что заночуем. Нет, нет, давай, ну, приехали, лежит такая вот, как называется, плита? Плита такая. Нет, плита, даже ключа не было. Плита, как она лежала, когда мы уезжали, так она осталась. Никто даже не заходил. Очень смеялась. Золотой ключик, в общем, фирма. Да. При ней и заночевали. Да, при ней и заночевали. Плита была заложена. Да, да. Мемориальная. Да, тут будет город заложен. Инна Васильевна, а вы с точки зрения хозяйственной, прорабистой и так далее. Это вторая моя профессия. Что вы? Если бы я не была ни певица. Третья. Третья, а вторая? А декоратор. Декоратор, да, это правда, да. Мы не пропадем. Мне все время надо строить что-то. Вот я построила там часовинку, там построила такое, где мы шашлыки жарим, потом я построила японский домик один, потом маленькую сам тоже построила, потом надо было ваню. Здесь, второй, так здесь, потом. Ну, все, я все время. Сейчас над китайской стеночкой не работаете? Нет, вот я бы очень хотела, но просто не хватает земли, понимаешь? Потому что, согласно... Потому что все мои друзья все ждут. Переписи населения гостей, тут приближается население к китайскому, да? Елена Васильевна, такая любовь к собакам. Она с детства у вас? Не только к собакам, у меня любовь к зверюшкам ко всем. Потом, это от папы. У папы всегда были тоже и собаки, и всякие зверюшки. И когда я была маленькая, у меня очень много зверей жило. И ежик был, Андрюшка. И заяц все было. Заяц, Степка. И коты, и собаки жили. Фижик у нас был. И оборона наша, Карлуша была. Карлушу я тебе принесла. Да, принесла с разбитым крылом, да. Елена Васильевна, ну расскажите о разношерстной компании, которая составляет круг ваших любимцев. О моих собаках-то? Да. Ну что, у меня четыре пуделя. Но до этого еще были. Сейчас у нас собачка Кармен, бабушка. Так. Собачка Кармен. Мы приехали в Мадрид. Я приехала перед Пиковой дамой. И меня приехала с ней. И меня не пускают в театр. Сказали, нет, собакам в театре нет. Я говорю, я вообще по всем театрам езжу, всегда пускали. Ну вот сейчас вот такое постановление нельзя. Я говорю, ну куда же меня девать? Ну не знаю, ну сегодня опущу, но завтра ищите с кем ее оставить. Значит, мы прошли. Она так вот, так, четыре часа на репетиции просидела тихонько. Ни разу не залаяла. И ничего. Она говорит, а что это у вас такая собака? Она всегда такая? Я говорю, всегда. И не лает? Я говорю, не лает. И будет так сидеть? Я говорю, будет так сидеть. Я говорю, она привыкла. Я говорю, я пою концерт. Она сидит, я говорю, у меня в кресле за кулисами на меня смотрит. И так уже она привыкла. А вот режиссер говорит, а нельзя, если графиня выйдет в сад в летний с собачкой? Я говорю, почему нельзя? Можно. И говорит, она не залает? Я говорю, нет. И не испугается? Я говорю, нет. На следующий день я прихожу, получить свой пропуск. Написано, Елена Образцова. Второй пропуск дают. Написано, Кармен Образцова, артистка. Кармен Еленовна. И вот она, мы спели шесть спектаклей с Доминго. Так что она... Зарплату ей положили мясом. Зарплату ей положили, да. 150 грамм мяса, вырезки за спектакль. Ну, времена, мне спится, сейчас ложись. Я слушаюсь, простите. А я-то слышу, шур, ты бабушку тревожишь. Идемся, и глупости не смей тут затевать. Елена Васильевна, вам, я тоже слышал, повезло с преподавателями и педагогами. Педагог, он ведь скорее воспитатель. Да, правильно. Настоящий педагог, воспитатель, да. Расскажите о тех людях, которые вас встречали и вам встречались. Да, ну, у меня такая большая... Тогда этой передачи не хватит. Но если так коротко, конечно, больше всего она меня произвела впечатление. Такая Мария Федоровна Заринская. Она была директором хора и дирижером хора ребятишек в Петербурге. Тогда еще в Ленинграде. И в первом классе я туда пошла. Меня, значит, мои две девчонки-подружки пошли, меня повели в хор поступать. И взяли меня, не взяли. Я говорю, а что ты меня не взяли? И сказали, вы, говорит, не знаете ни одной песни до конца слов. Не знаете. Пока, говорит, не выучите слова, не приходите. Но я так рыдала, сказала, я не уйду и все. И тогда меня взяли, значит, условно и сказали, когда выучишь песню до конца, тогда, значит, вот мы тебя возьмем в хор. Ну, конечно, это я с дикими трудами все-таки. Потому что я всю жизнь пела всегда со шпаргалками. Экзамены заваливали со шпаргалками. И когда я заканчивала школу, я мамочке сказала, мамочка, я выберу себе такую профессию, где не надо учить. И Господь меня наказал. Не уезжай, ты мой голубкий, И с вас загубчиво сижу. И это все сначала начну. Я ничего не могла запомнить. Концерты я пою с пультом, у меня стоят и ноты, и слова. И когда я пела в опере, уже в громадных театрах самых лучших в мире, у меня везде были, на всех мезонсценах были бумажки расклеены со словами. И вот все говорили, приходили, говорят, как только бумажки верили все мои солисты. Я говорю, о, сегодня Образцово поет. Вот. И потом, значит, вот была первая моя Марина Федоровна Заринская, потом была Антонина Андреевна Григорьева, которая была профессором Ленинградской консерватории. Потрясающая была женщина. Она учила меня не только пению, но и жизни. Потом мы тогда очень так бедненько жили, и у меня такие были трусики. И она, я приходила на урок зимой, она первым делом поднимала милку, сказала, опять в трусиках, ну-ка вы уходите вон. А у меня не было денег, чтобы купить такие длинные штаны-то, теплые, да. Вот. И я, значит, все это мучилась, плакала, рыдала, пела какие-то маленькие концертики, чтобы купить все штаны, о которых мечтал мой педагог. А потом она, значит, я плакала. Чего бы у меня не получалось в пении, я начала рыдать. Она говорит, Леночка, ну-ка идите, уходите с урока. Я говорю, ну как это так? Она говорит, идите, знаете, нервы, нервы, и пение – это несовместимое дело. Идете, отдыхайте, на следующий день я приходила. Она говорит, А что вы пришли? Я говорю, ну как я, заниматься пришла? Говорит, ну как вы, заниматься пришли? Говорит, нервы так быстро не восстанавливаются. Идите, идите, гуляйте, Леночка. И вот она мне так гоняла, гоняла. Потом я стала держать себя в руках, чтобы мне заниматься надо. когда-нибудь. Так она воспитывала меня, мою нервную систему. Потом был Александр Павлович Ерохин, был потрясающий фантастический пианист, и он был фантастический педагог. И когда, значит, я тогда была влюблена в папу, в папу Ленкина, Славу Макарова, я заканчивал Третью курс консерватории, он заканчивал физический факультет университета Ленинградского. Тужур-Лямур, хотела встречаться туда-сюда. А в это время меня Александр Павлович Ерохин запирал на ключ, давал такую стопку пластинок, и сказал, пока вот это не послушаешь, из дома не выйдешь. Но сначала дикостью казалось, я его терпеть не могла, прям не набила его, Сашку. Ну и потом он заразил меня музыкой так. Так что вот такие вот у меня были педагоги жесткие, мощные, но я их обожаю. У вас ведь, это я с гордостью говорю, на экзамене была пятерка с плюсом, оценка, которую не ставилось 40 лет, по-моему. Да, видишь, как готовился товарищ к передаче. А мне интересно было очень. Я когда читал, что вы говорили, я удовольствие получал. Расскажите об этом. Отбросив скромность. Да. Нет, ну я была еще маленькая, совсем девчонка в консерватории. Это был третий курс, потому что после третьего курса меня взяли в театр, и до третьего курса, значит, в третьем курсе надо было сдавать оперное пение. Да, я пела какую-то... А, Аиду я пела, дуэт Аиды и Амнерис. И принимала экзамен Софья Преображенская, такая была величайшая певица в Петербурге. Она была гениальная графиня, в пиковой даме, потрясающая была женщина. И она сказала, после этого поставили мне пять плюс, она сказала, ну вот теперь я могу спокойно умереть. Продолжение есть. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Расскажите, пожалуйста, о внучке. Какая она у вас? Она у нас учится... Во-первых, она очень быстро бегает и очень быстро ходит, ничего не боится. Она очень... дикого темперамента, так бы я сказала. Вот. И очень капризная. Она очень любит папу, да безумие просто. Папа любит ее. Сколько... Сколько... В Элле объединилось разных национальных кровей? Да жуткое дело. Какие в ней текут крови? Сейчас у мамы Лены спросим, Лена. Ну... Она русская по маме и каталонка по папе. Даже не испанка, а каталонка. Можете представить? Да, это очень важно. Это есть большая разница между испанцами и каталонцами. Расскажите, об этом очень интересно. У нас папа каталонец из Барселоны. Вот. Так что Илья у нас понимает по-испански, по-каталонски, по-русски. Говорит на своем каком-то пока языке, но какие-то фразы, слова она вставляет уже... На всех языках. Да, уже понятные. Так что она такая... смесь гремучая кровей. Нет, ну это, во-первых, она была очень жданная, очень вымоленная, потому что я после... Когда родился Сашка, я очень быстро осталась одна с ним. Я его воспитывала одна, поднимала одна. И какой-то вот той радости, которую я сейчас испытываю, от того, что вот... Рядом папочка есть. Да. Мне не с кем было разделить труды, чтобы почувствовать радость. Я очень устала безумно, когда Сашка была маленькой. И я не хотела больше детей. Говорю, ну, знаете, зачем? Какие дети вообще? Карьера, наконец-то, все остальное. Когда я познакомилась с Джорди, я поняла, что я впервые в своей жизни встретила мужчину, с которым хотела иметь детей. А мне уже было 40. Джорди, расскажите, пожалуйста, о себе. Я родился в Барселоне. И там я жил, до этой женщины в мире пришла с ней. Да, спасители ребенка. Да. А сейчас я здесь, в Москве. А он инженер. Уже работаю, и каждый день лучше говорю по-русски. Если он выдержал моих кошек, то русский язык он тоже осилит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пока все дома. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Вот нам пришлось перейти в другую комнату для того, чтобы я могла сказать то, что мне очень хочется рассказать вам. У моей мамы в детстве была только одна игрушка, маленькая собачка, которую она вывезла из блокады в кармане. И, наверное, как все военные дети, у нее есть вот этот вот такой, как психологи говорят, откат в детство. Да, и она собирает игрушки, ей дарят игрушки, ей очень легко делать подарки, подаришь плюшевого медведя, и она счастлива. Время от времени эти медведи, зайцы, лошади, белки и так далее, это все куда-то пропадает. Я очень долго не знала, куда. И однажды я ее поймала в такое немножко расслабленном состоянии. Я говорю, мам, ну куда девается, причем мешками, это дом большой, дача большая, и все заставлено игрушками. Она говорит, я когда их много очень, я понимаю, что это знак свыше, собираю их всех в большие мешки и отвожу в детский дом. И я знаю, что она помогает детским домам. Естественно, что она очень занятой человек, она не волонтер, она не ходит, она не проводит с этими детьми музыкальные занятия, не гуляет с ними, не играет с ними. Но она делает то, что может, она отвозит им игрушки. И иногда она устраивает их к врачам, к таким важным специалистам, к которым эти дети никогда бы без нее не попали. Это тоже очень важно, потому что есть детки и здоровые, есть детки не очень здоровые. Вообще, тема помощи детскому дому нам очень близка. Благодаря вашей рубрике «У вас будет ребенок» мои друзья нашли себе сыночка. И у них все замечательно, все очень-очень хорошо. Всю жизнь я считала, что когда-нибудь я обязательно тоже это сделаю. Я думаю, что мы к этому придем года через два с мужем. И это абсолютно нормально, что дети появляются и из капусты, и из детского дома, и из роддома, и из магазина. Это совершенно не важно, как ребенок пришел в вашу семью, он к вам пришел. Но это ваш ребенок. В тот момент, когда он вас обнимает, это ваш ребенок, который вам дал Бог. Именно вам. Поэтому берите его скорее. По доброй традиции всех, пока все дома, самые главные слова, судьбоносные слова, настоящие, это не роль, это не текст. Это почетнейшее, наверное, право, которое не каждому выпадает. Но уж если выпадает, то это для того, кому это адресовано на всю жизнь. Глена Васильевна, произнесите эти слова, вложив в них все сердце, всю мощь и весь смысл, который они несут. У вас обязательно будет ребенок. Обязательно. И вы будете счастливы от этого. Спешим поделиться радостной новостью. Для Вани из Псковского детского дома, которого мы показывали в нашей программе, нашлась семья. Сегодня нас снова встречает Кировская область. И в один из домов ребенка этого региона, по нашей доброй, пока все домашние традиции, мы приехали с подарком. От всех, кто любит детей, наш спонсор, производитель керамической плитки и керамического гранита Керама Марацци, дарит 100 тысяч рублей на пользу детям. Керама Марацци с любовью и пониманием. Знакомьтесь все, пока все дома. Это трехлетний Егорка. Парень вятский, видно, хватский. Егор, давай поиграем в больницу с тобой. В больницу. В больницу. А в больнице у нас самое главное есть доктор. Будешь доктором-врачом? Буду. Я какой красивый. Что? Ты очень красивый. Ну, настоящий доктор. Я еще таких докторов не видела. А я еще пряту. Самый лучший из всех. А я еще солдата прятусь. Солдатом? Ты еще и солдатом будешь? Тогда ты будешь у нас военным доктором. Ой, как здорово, Егор. Потрогай, Егор. Мне кажется, что-то у Мишки какая-то беда переключилась. Я думаю, что головка горячая. Ну-ка, потрогай. Горячая? Горячая. Давай немножко мешает. Давай, доктор, мы тебе сюда тогда положим в карман. Вот так. Наверное, надо уколчик сделать. Вот так повернулся. Ай, Мишка заплакал. Успокой Мишку. Не плачь, Мишенька, не плачь. Доктор, Егор вылечит тебя. Все? Спасибо. Спасибо. Теперь будете на здоровье. Ой, как сказали, Мишка, ты понял, Егора? Слышал? На здоровье будь здоров. Это значит... Егорушка, а ты когда вырастешь, тоже вот кем ты будешь? Солдатом. Солдатом? Найди каждой фигурке свой домик. Вот. Называй это? Это. Грук. Там. Это самое большое. Самое. Это прямо? Прямо. Угольник. Угольник. Квадат. Трегоник. Прямо? Прямо. Угольник. Угольник. Молодец. Расскажи, это какого цвета прямоугольник? Красный. Треугольник какой? Синий. Квадрат. Квадрат. Красный. Кружок? Желтый. А внизу колечко какое? Желтый. Молодец. Егор у нас очень любит играть. И выбирает Егор умные игры, развивающие игры. Он любит играть с пазлами, любит складывать разрезные картинки, любит конструктор, любит фломастеры и цветные карандаши. Хорошо идет, прямо я могу даже сказать, отлично. У Егора идет предметная деятельность. Он легко с этим справляется. Немножко посложнее идут уже сюжетно-ролевые игры. Но это сказывается вот то, что немножко мы как бы отдалены что ли от реальной жизни, от действительности. А как говорится, ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример тому. Но то, что сделает взрослая здесь, здесь, он все это копирует. И уже потихонечку, даже может без подсказки воспитателя, сделать все эти действия в бытовых ситуациях. Егор очень находчив, он очень сообразителен. Он может выполнить любую инструкцию взрослого, даже трехступенчатую инструкцию. И даже больше. А игрушки у вас есть интересные? Есть. Ну где? Вот сами. Так. И перемички. А где самая красивая игрушка? Самая красивая. Вот она. Кто это? Медец. Егора. Вот она. Что там? Игра. Точно? Точно. Ты уверен? Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтобы были потеряны дети. Это от нашей семьи, вашему ребенку. Пусть этот заяц принесет счастье и радость. Пусть принесет этот заяц большой ум. Этот заяц японский. Я его привезла из Японии. И я хочу, чтобы этот заяц принес счастье тому, у кого он будет жить. А заяц один из самых добрых зверей. Да. Правда? Да. Спасибо. Спасибо. Он обязательно переселится вместе с этим ребенком в новый дом. И будут они там счастливы. И заяц уже не будет никогда бояться за этого ребенка. Потому что он будет в хороших, добрых руках. Спасибо вам. Спасибо, что вы приходили к нам. Нам было очень приятно с вами. Спасибо. И вашу программу мы очень любим и смотрим очень много лет. И всегда приятно, всегда радостно. Потому что у вас всегда на этой передаче очень откровенные разговоры. Очень теплые, семейные, добрые. И когда вы позвонили, что вы хотите ко мне прийти, я была просто в счастье. Спасибо. А мы все эти, ну почти уже 20 лет, просто готовились, чтобы быть достойными вас и вашей семьи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Все продолжится в том же духе и на том же канале. Поэтому из всех 33 телевизионных удовольствий остановитесь на первом.